всем привет вы на канале алексей play с вами я алексей и сегодня я продолжу читать для вас мод по бесконечному лету который называется мы не забудем это лето и я буду читать его не один обмечу со мной будет его читать моя племянница всем привет меня зовут аня и так на первых разумеется хочу вас поблагодарить за то что вы остаетесь со мной всячески меня поддерживаете ставите лайки просмотре а тут же вижу растут подписки только прыгают ну ладно не страшно это не страшно главное что смотрю просмотров много очень много это хорошо на самом деле это очень здорово мотивирует продолжайте в том же духе ну а теперь мы продолжим читать для начала вспомним почему же мы остановились в прошлой серии остановились мы в прошлой серии на том что наши герои семён и лена вожатые на минуточку пионер лагеря совёнок уже они отправились обедать лена ему сказала пошли обедать сигнал уже был ну и семён сказал пошли положив книгу на место которая славе его стукнула если что если вы забыли в прошлой серии семён славе поцеловал машинально и она его стукнула такой ну не очень толстой книжечкой можно сказать страниц двадцать наверное но тем не менее семён она хорошо так вырубила скажем так если вы не видели посмотрите это было нечто ну а мы продолжаем читать положив книгу на место я направился к выходу кстати зря ты так обесчестью я жениться готов все совсем плохо да угу ну ничего после того что ты сделал придется мечты сбываются но ты все таки псих добавила на шепотом однако обед принес новые разочарования хотя ладно не так одно разочарование светловолосая очкастая разочарование мужского пола это разочарование сидела за одним столом со славей и что-то увлеченное ей рассказывала самое ужасное это то что славя в ответ смеялась иногда прикрывая рот рукой от такого уровня милости мне стало не по себе лена разумеется тоже все заметила кажется у тебя появился таинственный соперник почему таинственный звучит красиво да и разве ты не знаешь как его зовут да и разве ты знаешь как его зовут нет ну вот значит таинственный вопрос в том а соперник ли ты как думаешь между ними что то есть наверняка с горечью сказал с горечью сказал я почему лена замолчала на середине фразы так как славя с тем парнем уже закончили обедать и шли в нашем направлении сдать подносы я посмотрел на славю славя посмотрела на меня мне стало страшно во взгляде девушки читалась вся ненависть угнетенных женщин во всем мире наверное все таки не стоило ее целовать ты чего так сжался весь я сжался не удивительно хорошо еще что не разревелся а ты грома не слышала а ты грома не слышала грома лена пощупала мой лоб температуры нет у тебя голова не болит у тебя голова не болит с тобой точно все хорошо все нормально послушалась может все таки в медпункт нет ну смотри так вот о чем это я ах да так вот с чего ты маньячин решил что между ними что то есть ты сама видела не называй меня так я подумаю я подумаю и нет я видела только то что они сидят друг напротив друга и улыбаются а этого мало что ли да мы тоже с тобой сейчас сидим друг напротив против друга и смеемся много когда раз когда разговариваем между нами что то есть один ноль в ее пользу а и действительно они могли быть просто друзьями как мы с ленкой ну блин не может быть все так просто тут точно какой то подвох да и признаваться в том что ленка была умнее меня не хотелось вряд ли буртнул я что вряд ли ты откуда знаешь я молчал и вообще лена стукнула кулаком по столу ты мужик или нет это было неожиданно я изумленно посмотрел на собеседницу сейчас то ты чего нюня распустил соперника испугался ничего не испугался ну а что тогда даже если он соперник что с того ты влюблен в нее или нет и если влюблен так иди и завоюй сделай блин так чтобы и она тебя полюбила жить без тебя не могла ночами в подушку плакала а то развел тут печаль уныние слабак еще ничего не известно а он уже голову повесил я вчера до меня разозлила за всю мою долгую жизнь меня обзывали разными словами гадом сволочью балбесом растяпой иногда даже трусом я не обращал внимания на это мама мне говорила что это они из зависти обзывались но вот сейчас когда меня называют слабаком лучшая подруга да нафигела сжечь ведьму помолчи а среди то ответил я сказано тебе никого я не боюсь и не печалюсь не сославишься нормально будет да неужели не доверчиво сощурилась лена поверь твердо ответил я лена еще несколько секунд смотрела на меня своим сощуренно недоверчивым взглядом а потом весело улыбнулась ну и отлично такой настрой мне больше нравится ловлю на слове только попробуй только ловлю на слове только попробуй теперь унывальник включить унывальник то есть это она меня так мотивировала точно сжечь давай доедай и пошли делами заниматься заодно подумаем что делать пока ты опять все не испортил жду на улице она она пошла к выходу а я мысленно еще раз обозвал ее ведьмой начал доедать остывший суп а а я мысленно еще раз обозвав ее ведьмой начал доедать остывший суп делами к сожалению действительно надо было заниматься а потому мы направились изучать кружки и знакомиться с их руководителями как мне объяснили нам предстояло впоследствии возглавлять один из них возглавлять и вести к светлому будущему ага и нам нужно было выбрать какой именно сперва мы пришли к зданию с многообещающим названием клубы однако название было обманчиво в клубах был всего лишь один клуб вернее даже не так одно большое помещение больше всего напоминавшее мастерскую повсюду валялись провода нехитрые платы микросхемы на столе стоял осциллограф вроде бы дедуктивный метод подсказывал что клуб был техническим есть кто живой ответа не последовало кружок кибернетики кибернетики прочитала лена а похоже на обычный кабинет труда в школе ты что-нибудь в кибернетике понимаешь не а а ты я тоже пошли пошли однако у выхода она меня остановила подожди что минуту сказала она и зашла в другую комнату вот блин я даже не заметил что тут есть еще одна комната через пару секунд я услышал восхищенный ленкин голос ух ты это меня заинтриговало когда девушка говорит ух ты это уже означает что-то редкое и интересное а чтобы это ух ты сказала не какая-нибудь девушка а лена должно произойти что-то невероятное как минимум воскрешение ленина хихихих я вошел в комнату и понял что так удивило мою подругу на столе сидел огромный андроид примерно в половину человеческого роста ух ты это что робот ну да ты погляди настоящий да вижу обалдеть мы начали осматривать чудо техники со всех сторон настоящий робот я про таких только в книгах читал но тут случилось страшное лена она всегда была перфекционисткой всегда старалась все делать идеально всегда ее домашние работы были по двадцать раз перепроверены и столько же раз переписаны чтобы без единой помарки ее комната всегда сияла чистотой одежда всегда тщательно выглажена и без единого изъяна и вот теперь она решила применить свой чертов перфекционизм к роботу дело в том что на плечо у робота она обнаружила какое-то пятнышко я не уверен что это что именно это было я не уверен что именно это было след от канифолии или случайная капелька клея излишне правильная лена не смогла обойти стороной этот недостаток и не долго думая сковырнула пятнышко но пятнышко судя по всему было не недостатком а частью конструкции потому что как только оно отошло от корпуса послышался треск а через секунду рука робота выпала и повисла на проводах ты что сделала прошепел я лена смотрела на робота глазами полными ужаса оно само да конечно блин само почему женщины так любят это оправдание только что на моих глазах разломала робота и все равно оно само видимо это уже на каком-то инстинктивном уровне однако философствовать было некогда нужно было срочно что-то делать ну что я же ни черта не понимаю в кибернетике блин ладно попробуем просто вставить ее на место должно же быть там какое-то крепление я подошел к роботу и начал пытаться вставить руку обратно нет не держится внезапно мне в голову пришла идея я потянулся к плечу робота и я лежу на чем-то мягком и смотрю в небесную синеву небольшие облачка неспешно пролетают по небосводу я смотрю на них и меня наполняет ощущение покоя и умиротворенность тем под таким небом не может быть ничего плохого под таким небом все должно быть прекрасно я почему-то вспомнила как мы с тобой познакомились голос знаком и незнаком одновременно оригинально вышло правда очень так со мной никто не знакомился улыбаясь я жму плечами а мне понравилось но сейчас мне тоже нравится а вот тогда и не стыдно тебе было а я не помню уже было наверное но знаешь я не жалею вот как ага ты уже тогда была ужасно красивая прямо ужасно угу ужасно-ужасно просто жуть какой красивый какой ты подхалим за это ты меня и любишь правда не только за это счастье вот оно прямо тут здесь и сейчас я вдыхаю полной грудью стараюсь сохранить этот счастливый момент в каждой клеточке своего тела потому что завтра счастье может исчезнуть пройдет время может даже совсем немного и жизнь снова покроется тенью бытовых проблем работа зарплата квартира здоровье и даже тот лучик солнца который только что говорил что любит меня потускнеет но это будет потом не здесь и не сейчас а сейчас есть только я бесконечное голубое небо согревающий свет солнца и она эй очнись парень его Семеном зовут Семен о очнулся слава слава богу надо мной стояла Ленка и тот самый парень который сидел со Славей конкурент я дернулся чтобы встать но мозг не разрешил я схватился за голову тихо тихо без резких движений ух а что случилось то да ты тут самоубийцу поиграть решил сказал парень и встал хоть бы на розетку глянул робот же запитан был а ты сразу в провода я сел на полу да об этом я что то не подумал ау Ленка отвесила мне под затыльник ты меня так напугал ай ой ты поосторожнее скомандовал парень он только в себя пришел если захочешь потом его побьешь еще как захочу злые вы все пробработал я так но погодите это значит все что я видел сон вот блиин гулька вздохнул я снова улегся на пол эй ты чего все нормально да вполне просто полежать захотелось блаженно ответил я в конце концов надо же мне было отойти от стресса так ясно лежи тут я сейчас завяли и ты церновный схожу а это кто медсестра наша да не надо медсестру все нормально парень казалось разозлился так слушай Семен давай без самодеятельности поражение электрическим током это тебе не хухры мухры сиди здесь и жди меня ясно командирским голосом спросил он ясно он его протянул я как только парень скрылся за дверью я спросил не могла кого-нибудь другого на помощь позвать он сам пришел это его клуб вообще то он руководитель Александр ну ну что кибернетик Шурик понятно а я что долго лежал пару минут я испугалась и сразу за помощью побежала а в дверях он мы немного помолчали а потом мне в голову пришла мысль ну а какая же Семенова мысль пришла в голову мы уже узнаем в следующей серии потому что продолжим читать потом уже следующую серию а эту мы закончим ну и так как мы немножко увлеклись чтением и совсем забыли о времени ну чтобы концовку не затягивать с прощанием скажу кратко если вы на моем канале давно то вы знаете уже что делать а если вы только-только на него прописались и ничего еще не успели сделать то пожалуйста не забудьте поставить лайк нажать на колокольчик возле подписки и активировать его для этого надо просто нажать на него и выбрать в нем пункт все уведомления вот и все ну а теперь мы с вами прощаемся и продолжим в следующей серии всем пока 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 не забыли